Ну что, дорогие друзья, мы снова в телевизоре и снова на волне FM-107.1 радио, якутского радио НВК Сахар. Друзья, дорогие, сегодня мы будем говорить о национальной платёжной системе МИР. И у нас в студии сегодня заместитель управляющего отделением Национальным банком по республике Гриньев Андрей Анатольевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. — Дорогие друзья, в общем, карта МИР, многие столкнулись уже с этой картой, многие уже имеют и видят, что это за карта. Но многие, кстати говоря, многие, большинство всё-таки, они не имеют представления об этой карте, что это за карта, как она работает, можно ли с этой картой, так сказать, прожить спокойно где-нибудь за границей, ну, если выехать в отпуск или в командировку, можно ли совершать покупки в интернете, а можно ли просто пойти с этой карты, расплатиться в магазине где-то, перевезти там за коммунальные услуги, там. Ну, в общем, весь спектр вот этих вопросов мы сегодня и зададим нашему гостю. А вы, дорогие друзья, можете присоединиться со своими вопросами, если они у вас возникнут. 32.00.66, 32.11.66. Мы работаем в прямом эфире. Итак, что за карта МИР? Что это такое? Ну, прежде всего, МИР — это национальная платёжная карта, которая разработана в России, она современная и удобная в использовании. По карте МИР можно выполнять все привычные операции, которые сейчас выполняют по другим картам других платёжных систем. Это и снятие, внесение наличных, оплата покупок услуг, в том числе и в интернете. Карта МИР создана на основе российских технологий и соответствует всем стандартам безопасности, как российским, так и международным. И информацию, уважаемые радиослушатели и зрители, вы можете получить на официальном сайте миронлайн.ру. Если возникнут какие-то вопросы. Скажите, вообще речь идёт о национальной, я так полагаю, национальной платёжной системе нашей, да? Именно национальной. То есть, как бы, для чего она? Многие, вот я смотрела в интернете, да, отзывы. Ну, а зачем вообще эта карта? Вот многие говорят. Собственно говоря, а вот национальная платёжная система, ну, для чего она, что она и, собственно говоря, в чём нужда была разобрать? Ну, спасибо за вопрос. Вопрос понятен. Ну, скажу следующее. Государство нашего масштаба, вот как Россия, просто должно иметь свою платёжную систему. Потому что существуют определённые риски внешнего отключения, и надо их свести к нулю. Я вот напомню, что мы уже имели печальный опыт отказа обслуживания от карточек. Это было в 98-м и в 2014-м году. Поэтому создание национальной платёжной системы и выпуск карты МИР, о которой мы сейчас говорим, они предназначены, собственно говоря, для безопасности проведения операций. По платёжным картам, вне зависимости от той ситуации геополитической, которая складывается на тот или иной момент в мире. Вот поэтому национальная система платёжных карт, НСПК, это и есть оператор платёжной системы МИР, который обеспечивает выполнение операций по картам, о которых мы сейчас говорим, ну, и картам международных платёжных систем. Скажите, пожалуйста, вот мы все пользуемся картами платёжных вот этих мировых систем, чем виза, там классик, там, ну и так далее, да? А вот скажите, тарифы по карте МИР, они как-то будут отличаться от тарифов вот этих вот платёжных карт, других, других систем? Да, будут. Платёжная система, она устанавливает для банков-участников более низкие тарифы, чем другие платёжные системы. То есть, как бы, у нас снижение? Да, да, ниже, да, по обслуживанию. В среднем от 20 до 50 процентов, в зависимости от статьи и тарифов. Ну, например, вступительный взнос за вход в платёжные системы МИР отсутствует вообще как таковое. Так как, а вот у международных систем он достаточно высок. Кроме того, система МИР не предполагает брать комиссию за оборот по картам, и межбанковские комиссии в среднем будут ниже аналогичных комиссий по международным платёжным системам, таких как Visa и MasterCard. Ну, и с учётом этого у банков, конечно, будет возможность предлагать клиентам, нашим гражданам, более выгодные тарифы по обслуживанию карт МИР, чем те, которые сейчас предлагают другими международные платёжные системы. Вместе с тем, Банк России осуществляет в данный момент и будет осуществлять мониторинг тарифной политики банков, чтобы тарифы по карте МИР были для клиентов ниже, чем тарифы по другим платёжным системам. Вот по ряду проектов предполагается карту МИР выпускать вообще бесплатно. Это в первую очередь касается пенсионных, зарплатных и других проектов. Поэтому подавляющее большинство владельцев карт, они не ощутят на себе какого-то неудобства и даже не будут задумываться о стоимости обслуживания этой карты. Расходы берёт на себя на пенсионный фонд в случае с пенсионерами нашими. А в случае с зарплатной картой, это у наших работников бюджетной сферы, берёт работодатель. Но однако, если вы не относитесь ни к той, ни к другой категории граждан, ни пенсионеры, ни работник бюджетной сферы, а, допустим, частный предприниматель, вы всё равно можете открыть личный счёт, привязанной к карте МИР самостоятельно. Но стоимость обслуживания, конечно, будет намного дешевле, чем виза или мастер-карта. Скажите, пожалуйста, а вот эта карта, она работает только в России, или же многие сейчас планируют отпуска, выехать куда-то за рубеж, например, в ближнее и дальнее зарубежье. Там можно будет расплатиться этой картой МИР, например, в ресторане, в магазине, ну, где-то ещё. Купить билет тот же. Понятно. Ну, несмотря на то, что карта МИР – это национальный платёжный инструмент, но, однако, это не означает, что расплатиться этой картой вы можете только в России. Банки могут имитировать так называемую коубейджинговую карту с чипом, либо с магнитной полосой, и такая карта сможет работать спокойно в инфраструктуре других платёжных систем. Это, опять же, в той же визе или мастер-карте. Коубейджинговая карта, я поясню, это карта с привязкой к новому счёту. И операции по таким картам за пределы России будут обслуживаться так же, как и раньше. То есть, вот как и сейчас всё происходит, по тем же правилам и стандартам международных платёжных систем. Вот платёжная система наша, она предполагает намеренно работать напрямую с платёжными системами и крупнейшими банками, где традиционно высок туристический поток из России. Это и Турция, это и Египет, страны Средиземного моря и Юго-Восточная Азия. То есть, сейчас очень интенсивно ведутся переговоры, уже заключены соглашения. Так что проблем быть не должно. Кроме того, платёжная система мира в перспективе заинтересована в том, чтобы заключить соглашения с международными банками, чтобы они карту мира выпускали для своих граждан, которые планируют своё путешествие в Россию, ну, или будут работать, долгое время находиться. Так что сотрудничество будет, вот, и проблем за рубежом быть не должно никаких. Скажите, а где можно получить эту карту мира? Каким это образом сделать? Ну, достаточно обратиться в ближайшее отделение банка, который у нас достаточно много, который уже занимается выпуском этих карт. Актуальный список таких банков, он доступен на том сайте, на котором я говорил, миронлайн.ру. Сейчас вот только в декабре 2015 года было выпущено уже первые карты вот этой платёжной системы. И сейчас карту МИР поддерживают более 180 банков, из которых 50 уже выпустили эту карту, 104 банка полностью готовы принимать и обслуживать эту карту. То есть подготовили свои устройства, банкоматы, посттерминалы. То есть проблем нет. То есть там будет логотип МИР, да, то есть как бы вот мы приходим, же банкоматы разные стоят, там Росельхоз, Банн, другие банки, вот мы сейчас рекламируем Росельхоз. А МИР будет у них отдельный терминал со временем? Нет, это не отдельные терминалы, а терминалы общие везде, и как и банкоматы. Просто когда вы подходите к банкомату либо оплачиваете в терминале что-то, либо в разделе оплата, в том числе и в интернете, вы находите логотип МИР, и всё, и проводите операцию. А где принимают карты МИР? Что можно, так сказать? Ну, сейчас карту МИР принимают практически все банкоматы. И сервисами снятия пополнения наличных, оплаты услуг, другими, можно воспользоваться в банкоматах банка, во-первых, который выпустил вашу карту, ну и в других банках, безусловно, которые поддерживают, да, карту МИР. Чтобы найти ближайший банкомат, можно зайти, опять же, на сайт миронлайн.ру, и воспользоваться функцией локатора. Это очень удобный сервис. С помощью локатора можно найти ближайшее устройство, которое принимает карту МИР, ближайшую от вас, по геолокации. На сегодняшний день, я повторюсь, принимают карты МИР свыше 85% терминалов в торговых точках. Для жителей Центральной России, это, конечно, огромные торговые сети, как Ашан и Киа, но у нас существует им видео, Эльдорадо, Спортмастер, Литуаль тоже, да, то есть они уже принимают карты МИР, поэтому если гражданин хочет что-то приобрести, он может спокойно воспользоваться ей. Ну и уже в интернете можно оплатить покупку авиабилетов, забронировать номер, и учитывая то, что... А безопасно это вообще? Безопасно. Если через интернет совершать покупки вот с помощью этой карты? Безопасно, безусловно, потому что, во-первых, карту МИР уже принимают сейчас на сайте Аэрофлота, и хочу заверить, что это безопасно, так как все платежи, которые выполняются по карте МИР в интернете, они защищены технологией самого высокого уровня. Ну, аналогичные, как вот есть 3D-секьюр, да, но у нас МИР-эксайт. Вот это такие технические нюансы, но это... Но мне ничего об этом не говорится. Поверьте, это защита самого высокого уровня. Понятно. Скажите, вот многие планируют свой отпуск, но выезжать сейчас куда-либо, наверное, очень опасно, да, в связи с такой очень напряженной обстановкой. Скажите, допустим, вот наши граждане, ну, особенно наши якутяне, полюбили вот уже Крым, они ездят в Крым. Скажите, а там вот работает эта карта, и можно ли воспользоваться так же свободно, как в России, допустим, заплатить за покупки там в магазине в том же... На самом деле, Крым был пилотным проектом по запуску карт мира. То есть, банки Крыма одними из первых начали принимать и выпускать эти карты. Поэтому эмиссия именно на полуострове шла самыми быстрыми, опережающими темпами. В настоящее время в Крыму выпущено более миллиона карт мира, и около полутора тысяч банкоматов и свыше восьми тысяч посттерминалов принимают национальный платежный инструмент. И сейчас картами мира можно воспользоваться на всей территории Крыма, снимать, носить наличные, оплачивать покупки и так далее. Поэтому проблем не будет никаких у отдыхающих, которые решили провести отпуск в Крыму. Ну вот поправки в закон о платежной системе, о национальной. Можете как-то немножко рассказать об этом законе в части того, что на вот эту карту платежную будут переводиться и работники бюджетной сферы, и пенсионеры, когда это все произойдет, и надо ли, допустим, все пенсионеры в основном пользуются Сбербанком, у всех карта такая пенсионная, но может других банков каких-то. Ну и не только, да. Да. Как, ну, допустим, вообще как весь этот процесс будет происходить? Ну, вкратце я, безусловно, поясню. Если что-то будет непонятно, то слушатели могут почитать федеральный закон 88-й и поправки в 161-й закон. Владимир Владимирович Путин подписал его 1-го мая. Ну, я так полагаю, что более подробно я буду готов рассказать после перерыва об тех планах, которые... Ну да, потому что вопрос довольно-то серьезный. Поэтому, дорогие друзья, если у вас тоже возникли вопросы, присоединяйтесь к разговору, но мы вернемся через некоторое время. Ну что, Андрей Анатольевич, мы продолжим говорить о поправках в закон о национальной платежной системе вот по поводу пенсионеров, да, и по поводу бюджетной сферы. Да, да, давайте вернемся. Я попытаюсь в двух словах пояснить. Вот еще раз повторю, если вдруг что-то будет непонятно, можно почитать закон, там все довольно доходчиво хорошо прописано. Первое, что хотелось бы отметить, это переход на карты мир должен происходить поэтапно и комфортно для клиентов в бюджетной сфере и пенсионеров. Именно поэтому при доработке закона проекта, который сейчас вступил в силу, предусмотрены следующие сроки перехода на карты мир для новых бюджетников и пенсионеров с 1 июля 2017 года уже через месяц. Это те, кто станут пенсионерами или придут работать в бюджетную организацию. Для уже действующих бюджетников, кто работает сейчас в бюджетной сфере, процесс перехода будет завершен до 1 июля 2018 года. Ну, а для действующих пенсионеров переход на карты мир будет осуществляться по мере окончания срока тех карт, которыми они сейчас пользуются. Конечно, да. И процесс должен быть завершен до 1 июля 2020 года. А нужно этим пенсионерам написать заявление, как у нас принято? Нет. На самом деле срок карты, которую пользуются сейчас пенсионеры, максимум срок жизни это 3 года. И потом автоматически будет выпущена карта мира и пенсионер будет ей пользоваться. Я выше уже говорил о том, что пенсионный фонд возьмет на себя расходы по выпуску и, соответственно, карта будет... И работодателем. Скажите, пожалуйста, а вот карты, да, они же разные по виду? Мир, она тоже будет какой-то там разной? Или вот одна карта и все, на все случаи жизни, как говорится? Ну, будет несколько видов карт. Банки, которые заключили соглашение с оператором платежной системы МИР, предлагают три вида карты. Это классическая, премиальная и дебетовая. Классическая карта дает возможность оплачивать покупки и услуги онлайн, оффлайн, а также может служить как кредитная карта. Премиальная карта, второй вид, она добавляет к стандартному набору классической карты расширенную программу привилегий, включающую в себя разные бонусы, услуги персонального менеджера, так называемый кэшбэк, это возврат части суммы, которая была использована на оплату той или иной услуги. Бесплатное смс-информирование. А дебетовая карта будет позволять только совершать операции онлайн. Допустим, по примеру Сбербанка, Сбербанк сейчас предлагает все три вида карт своим клиентам, которые я озвучил. Однако на классической карте банк дает возможность развернуть зарплатный проект. При этом преимущество классической карты МИР остается, но дополнительно добавляются возможности такие, как беспроцентное перемещение средств со счета на счет, дополнительные программы лояльности, ну и возможность экспресс-кредитования. А операции по карте МИР они будут достаточно безопасными? Ну, допустим, я хочу перевести со своей карты какую-то сумму, например, ребенку-студенту или отправить маме деньги. Ну, программное обеспечение национальной системы платежных карт и платежные приложения для самой карты МИР они являются продуктами чисто российской разработки, которые в полном объеме являются собственностью национальной системы платежных карт. Это, во-первых, гарантирует безопасность и, во-вторых, независимость платежной системы от внешних факторов. При этом карта МИР, повторюсь, скажу, что она соответствует всем стандартам как российским, так и международным по безопасности. Система обеспечивает высочайший уровень безопасности операции по картам любого вида. И заверяю вас, что ни одна покупка не пройдет без вашего подтверждения. То есть, вот таким вот образом. Скажите, а вот сервисы какие доступны держателям карты МИР? Ведь сервисы разные, и, ну, допустим, вот по этой карте там будут какие-то, ну, скажем так, преимущества, что ли, вот перед другими картами? Да, да, конечно, держателям платежной карты МИР доступен будет, и сейчас доступен уже у тех, у кого карты есть, весь привычный платежный функционал. От снятия наличных, оплаты покупок в магазинах, перевод с карты на карту, в том числе и на карты, обращу внимание, других платежных систем. То есть, можно перевести в платежную систему Visa и MasterCard. Различные есть бонусные программы, но это уже зависит от конкретного банка, который выпускает карты. Ну, то есть, у каждого банка есть какие-то партнеры. Свои программы есть, да, мир это еще... Где можно со скидкой там приобретать что-то, где-то. Хотя в Якутске, вот, к сожалению, я как бы особо, я не знаю, может быть, где-то в Москве, может быть, еще где-то там в других городах нашей страны, да, можно воспользоваться или за границей, но как-то... Ну, или я такая темная, безграмотная. Здесь необходимо, конечно, зайти либо дистанционно на сайт любого банка, в том числе и наших региональных банков. Ну, то есть, воспользоваться скидками имеется в виду? Ну, и посмотреть, да. Я полагаю, что, наверное, потому что это все зависит конкретно от работы конкретной кредитной организации. Я вот хочу сказать, что приложение бесконтактное, да, вот платежная система МИР, оно развивает сейчас уникальную межбанковскую программу лояльности, вот, в основе которой, вот, выплата кэшбэка, это возврат, о котором я говорил, определенной части суммы. Вот, и он объединяет вот лучшее сейчас предложение ритейлеров, розничных продавцов, то есть, сама система уже объединяет, то есть, и банки смогут воспользоваться уже. То есть, вы заплатили кэшбэк, но давайте поясним, многие, может, не знают, то есть, заплатили вы там за покупку что-то, и какая-то часть денег возвращается снова на вашу карту. Да, предположительно, средний размер возврата будет от 10 до 30%, в зависимости от ритейлера, ну и торговой системы. Ну, это очень приятно, конечно. Скажите, пожалуйста, а вот со многими картами там проблема такая, что, допустим, вот мне нужно купить квартиру, да, это огромные средства же, ну, скажем, там полтора миллиона, это самый минимум, наверное, да, но многие банки говорят, так, значит, нужно снимать минимум неделю. Лимит снятия. Да, да, вот лимит снятия, то есть, в сутки можно снять только там, энную сумму денег. Вот по этой карте какая ситуация будет? По карте МИР конкретно, лимиты снятия наличных одни из самых высоких по сравнению с другими платежными системами, картами, скажем. Вот карта МИР дает возможность снимать достаточно крупные суммы денег в день, это до 150 тысяч рублей, ну, это без комиссии, замечу, без комиссии, а за небольшую комиссию можно снять до полутора миллионов, но на самом деле, ну, полтора миллиона не так часто, как говорится, люди снимают, да, это в случае, допустим, приобретения квартиры, это не ежедневно, да, вот, и поэтому, и сейчас вот тенденция такая, и ситуация уже складывается, что становится общей распространенной практикой в России, что крупные покупки у нас граждане уже обычно оплачивают безналичным путем. Скажи, пожалуйста, а вот при обналичивании средств, да, по карте мира, это удобно, потому что некоторые, там, ну, например, наверное, какие-то проценты снимают за это? Сеть банкоматов, сейчас я повторюсь, сейчас свыше 85, банкоматы, наверное, уже почти под 100% закрыты, и это касается не только Сбербанка, хотя у того же Сбербанка порядка 45 тысяч устройств по всей нашей стране, и вот эти все устройства, они уже производят операции по, конкретно по картам мира, это значит, практически в любом уголке страны, в любом уголке нашей республики вы сможете при необходимости нужную сумму снять со счета, или наоборот, внести наличные. Ага, ну и вообще, давайте еще раз, как бы вот в конце нашей беседы практически, вот чем отличается все-таки карта мир от карт других платежных систем? Да, вот это надо проговаривать, потому что я действительно хочу, чтобы наши радиослушатели и зрители поняли, не боялись этого. Во-первых, национальная платежная карта МИР, о которой мы сейчас говорим, доступ к вашим денежным средствам и выполнению операций по этим картам не зависит от работы международных платежных систем, и от различных внешних факторов. Карта МИР, она обладает ровно тем же функционалом, что и карты, которыми пользуется население сейчас. При этом обслуживание карт МИР, оно будет стоить значительно дешевле, и за этим Банк России будет следить. Кроме этого, из всех вот рассмотренных плюсов у платежной системы есть своя уникальная программа лояльности, о которой я говорил. Это вот возврат части средств, которые были использованы на покупку. Но это надо внимание обращать, конечно, при получении карты МИР. Надо посмотреть условия и внимательно, скажем так, ознакомиться с тем функционалом, который привязан к карте. Ну и, можно сказать, последний вопрос. Какие итоги и планы по осуществлению эмиссии карты МИР? Эмиссию начали в пилотном режиме где-то 10 банков еще в конце 2015 года. А в 2016 году изначально предполагали, что параллельно будет раскрываться сеть для приема карт МИР и осуществляться массовые эмиссии. Но тактика кредитными организациями Банком России была скорректирована. Мы пришли к выводу, что лучше сначала полностью подготовить инфраструктуру для приема карт, сделать так, чтобы ее можно было использовать как полноценный платежный инструмент в любом привычном, подчеркиваю, привычном месте. И только потом активизировать выпуск карт, что вот сейчас и сделано. Инфраструктура будет готова к 1 июля 2017 года и спокойно можно пользоваться. В том числе сейчас, у меня у самого есть карта МИР, и я ей пользуюсь уже не первый месяц. Сейчас карту принимают практически все банкоматы. У нас в республике зона покрытия очень высокая в этом плане. И наши региональные банки замечательно поработали в этом отношении, и крупные федеральные банки, которые имеют здесь свои филиалы представительства. Поэтому банкоматы, посттерминалы готовы к приему этих карт. Сейчас выпущено почти 3 миллиона, но заметьте, что миллион имитирован только за последние три месяца. То есть планируем еще выпустить порядка 15 миллионов карт. то есть степень обеспеченности граждан картами будет только расти. С каждым годом, получается? С каждым месяцем. Скажите, а вот сейчас в Якутии сколько, ну, примерно, каков процент, ну, скажем так, держателей карт, мир? Нет, ну, сейчас процент не очень большой. Нет, сейчас, конечно, не все покрыты, но вот после 1 июля мы будем замечать, и граждане сами обратят внимание, что и соседи, и родственники, и близкие будут являться держателями. Ну, что, дорогие друзья, у нас сегодня был заместитель руководителя национальным банком, отделения национальным банком по республике Гриднев Андрей Анатольевич. Поблагодарим нашего гостя за очень обстоятельный разговор по поводу нашей национальной платежной системы Мир Всего Доброго.